Здравствуйте, дорогие друзья. Альберт Эйнштейн был бы счастлив, потому что подтверждена одна из его теорий относительности. В этом вы соображаете больше меня, но вот говорят, что это открытие на уровне Нобелевской премии. За последние 50 лет проходили исследования, получено доказательство одного из положений общей теории относительности Эйнштейна – существование гравитационных волн. Закон гравитации, он самый серьезный закон природы. Это закон общего эгоизма, притяжения. Ведь притяжение, что существует сила, которая притягивает. Это мы видим, я вот сейчас брошу, что-то упадет. Понятно, что есть сила, которая притягивает. Где она скрывается, как она объясняется. Мы можем ее мерить, но мы сами ее не чувствуем. Мы не понимаем ее природы, этой силы. И тут возникает большая проблема, что самая главная и близкая к нам сила, от которой все мы зависим, она как-то скрывается от нас. На самом деле она не скрывается. Просто она очень такая, она основная, основополагающая. Это эгоистическая сила и любой материи. Притягивать к себе? Да, притягивать к себе. И поэтому ее было очень трудно определить и найти. И сейчас еще, это еще не все. Мы еще увидим в этом деле… Небо в звездах. Да, небо в звездах, конечно. Так что, ну, в общем-то, да, все равно это большое достижение. Надо его приветствовать. Но понимать, что, конечно, саму природу, если мы желаем ее постичь, надо подняться на следующий уровень. Откуда она сама происходит. Ведь природа вся нашего мира, включая все эти силы, внутри особоатомные тяготения, там, все прочие, там, все они располагаются на четырех стадиях развития материи, которые изучаются в Кабале, которые не сходятся со следующего уровня, с более высшего, и проявляются в нашем мире уже как следствие. Поэтому для того, чтобы понять их, надо подняться на следующий уровень, а не изучать их на уровне и на том, на котором они проявляются. Ведь саму природу их, ее источник, причину мы таким образом не найдем. Для этого нам надо подняться на следующий уровень. А на следующий уровень мы можем подняться только с помощью науки Кабала. Потому что для этого мы должны сами измениться, изменить свое мышление. Мы должны прийти к состоянию, когда мы сможем быть выше нашей природы. Согласно Кабале, мы все будем обязаны начинать осваивать высший мир и уже в нем основывать свое дальнейшее существование. То есть мы будем знать основу всего этого. Мы будем знать основу всего этого и на этом уровне основ существовать. А наш мир, это все уже, он уже кончается. Ну тогда одно слово Бейнштейне. У него было вот это предчувствие в высшей ступени? Нет, он разумом именно понимал это все. Но также понимал, что существует высший разум, высшие силы, не постигая их, но освобождая себя перед ними, он поэтому и достигал такого уровня познания. Поэтому входили в него эти познания. Спасибо. Спасибо.